В начале года президент России подписал указ о мерах поддержки многодетных семей. Он на федеральном уровне закрепляет сам статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Многодетной является семья, имеющая трех и более детей. Такой статус устанавливается бессрочно. Единый статус важен для гарантированного обеспечения мер социальной поддержки многодетных семей во всех регионах России. На днях была утверждена и форма единого удостоверения многодетной семьи. Оно будет оформляться сначала в бумажном, а затем и в электронном виде. Семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот при посещении культурных или досуговых учреждений по всей стране. За последние 10 лет число многодетных семей в России увеличилось более чем на четверти, составило 2 миллиона 300 тысяч. В них воспитывается почти 7,5 миллионов детей. В Хабаровском крае с конца прошлого года число многодетных семей выросло почти на 550. На данный момент в нашем регионе зарегистрировано 23 835 многодетных семей, в которых воспитывается 80 118 детей. Свою лепту в эту радостную статистику внесли и наши сегодняшние гости. Это Ольга и Павел Досаевы, в семье которых в этом году родился четвертый ребенок. Кстати, Ольга хорошо знакома и любима телезрителями, как наш постоянный дачный эксперт. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте, Павел! Ну вот, Ольга уже признала, что непривычно сегодня рассказывать не о каких-то дачных делах, да, а просто делиться секретами своей семейной жизни, рассказывать о себе, о детях. Вообще, сколько лет вашей семье, вашему союзу? Ну, вообще, узаконили мы брак 18 лет назад, а вместе мы 22 года, мы со школы вместе. Это уже практически, ну, да, полжизни для человека. Достойно похвалать 22 года уже. 22. Хорошо. А вы сами родились и выросли в обычных семьях или в многодетных? В обычных. В обычных. Я один ребенок, да, в семье. У нас двое. А как вы поняли, что вам мало, допустим, одного, двоих детей, почему вы решили стать многодетной семьей? Мне кажется, прежде всего, может быть, к папе вопрос? Ну, скорее всего, к маме вопрос, потому что все сюрпризы, как бы, решались с ней. Вот. Ну, честно говоря, мы не думали, что будем многодетной семьей. Просто, когда жена говорила, что дорогой, я беременна, как бы, и все стало перед фактом. И будем, 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 будем. Спрашивал, будем, не будем, не будем, не будем. Ну, будем. Конечно, будем. Конечно, будем. Да. Поначалу, как бы, ну, были молодые, да, первый ребенок еще, там, грубо говоря, на первом курсе института родился. И все переживали, там, как обеспечить, как вырастить, там, ни денег, ни работы, ничего не было. Но так сложилось, что, наоборот, дети приносят, да, какой-то достаток в семью, потому что ты берешь на себя ответственность и уже перестаешь заниматься ерундой, гулянками, да. Да, все, уже вкладыш в семью и в развитие. А еще появляется стимул дополнительный. Да, стимул, мотивация. И то есть те, кто думают, что вот нужно сначала, там, купить квартиру, машину, заработать, потом смотрят, им уже по 60 лет, его можно ребенка уже содержать. Ну, у нас это немножко по-другому, что, наоборот, дети как-то достаток приносят в семью. Но все равно сложно было решиться, допустим, на третьего и четвертого. Ну, понятно, в стандартной средистатистической семье в нашем представлении, тем более, если вы не из многодетных семей, наверное, было такое представление, что один ребенок, ну, вроде как, да, как говорят, не ребенок, ну, это понятно, что это народное поверье, там, два ребенка, пол ребенка, но, как правило, на двоих многие думают, ну, можно и остановиться. Когда ты решаешься на третьего, ты уже думаешь, да, что нужно много времени уделять, уже еще больше времени, да, еще больше любви отдавать. Понятно, что всех их нужно вырастить, там, содержать. Вот насколько для вас это было сложным решением, а потом, когда еще четвертый появляется в семье? Ну, третий, наверное, нет, третий мы очень хотели, мы это обсуждали, мы хотели, потом раз и получилось. И почему на третьего вообще решились? Потому что старшие уже выросли, дочке старшей было уже 14, сыну 10, а наши друзья только начали семьи создавать, рожать, и нам захотелось, наверное, тоже маленького, поэтому вот третий, но на четвертого было сложнее, потому что это же 4, 4 ребенка, ну, и мне казалось, что я уже молода, не молода, но оказалось, что нет, еще ничего. Все прекрасно, да, сколько самому младшему сейчас? Два месяца вчера было. Чудесно, девочка, девочка, да? У вас две девочки, два мальчика, полная равновесие, да? Да, да, теперь точно все. А какая разница в возрасте между старшей и младшей? Дочке старшей в этом году будет 18, вот малышке 2 месяца, получается 18 лет. А мальчиком сколько? Сыну будет 15 и 4. Вот мы знаем, что все имена ваших детей начинаются на букву Л, с чем это связано? Может быть, это здесь какая-то есть традиция или особенность? Сначала, когда мы первой дочке искали имя, хотелось что-то нежное, мягкое, похожее на цветок. Так родилась наша Лилиана. Вот, имя тогда было очень необычным, редким, нам захотелось. Когда льва, я забеременела львом, тоже хотелось что-то красивое, но мы понимали, так как у нас уже есть Лилиана, мы не можем его назвать просто Антон или Ваня. То есть это тоже должно быть какое-то статное красивое имя. Я знаю, у вас тоже лев. Да, да, да. И хотелось что-то красивое, и вот решили лев. Ну, а когда я забеременела третьим, и мы поняли, что это должно быть исключительно на букву Л, поэтому родился наш Леон. Ну, и когда я забеременела в четвертый раз, первое, что я подумала, не о том, что вот как это, что нам же имя на букву Л, так родилась Лея. Ну, так чтобы вот какой-то вот именно традиции такого не было, но, как сказала одна из моих покупательниц, она говорит, Л, наверное, любовь. Наверное, да. Наверное, на подсознании мы просто выбирали Л, как любовь. Как сердце подсказывало, так и шли. Как строится воспитательный процесс в вашей семье? Вот я, как мама тоже абсолютно разновозрастных детей, понимаю, что это бывает очень непросто, но в любом случае нужно искать какие-то, я не знаю, возможности договариваться, идти на компромиссы. Как у вас происходит вот воспитание в семье относительно детей? Ну, с воспитанием сложно, потому что у нас разные возраста у детей. Самый сложный сейчас это лев, потому что переходный возраст, вот этот подростковый, 15 лет, и, конечно, с ним сложно. Но, не знаю, правильно ли, но чаще всего это ультиматумы. Либо так, либо не так. Ультиматумы со стороны сына? Родители. Я думаю, что он вам ультиматум ставит. А здесь берет образы правления в свои руки больше папа, или все-таки мама тоже имеет свое слово? Я сейчас переключаю ответственность на папу, потому что папу дети слушают больше. Ага. Да, потому что вы завоевали такой авторитет. Ну, мы сильно на детей не ругаемся, как бы, я и сам еще ребенок в той или иной мере, да, и как-то процесс воспитания, он... Возможно, отсутствует, просто на личном примере, или там дети смотрят, как надо себя вести, да и перенимают. Ага. То есть, Лева сходишь, да, конечно, сбегает, сию секунду там мусор вынести. Ну и с младшими детьми они помогают, очень помогают. Сейчас муж немножечко посвободнее в работе, сейчас он помогает очень с младшей. А с третьим ребенком, конечно, мне помогали старшие. Очень. Они и памперс поменяют, они и накормят, они и покупают, то есть все умеют делать. То есть можно отдыхать. А как вы совместно проводите свой досуг? Я вечно тащу куда-то их на отдых. На отдых, за город что-то планирую. Они это не любят, они любят поспать, все. Да, очень любят все поспать, а мне нужно, я не могу терять время золотое, мне нужно куда-то постоянно бежать. Вот вчера мы ездили на пляж всей семьей. Не все были довольны, что в час дня мама подняла всех и куда-то потащила. Но мне куда-то надо, и вот это, наверное, самое важное. Мне хочется, чтобы мы как можно больше и чаще вместе проводили время. И это прекрасно. Подскажите, пожалуйста, а пользуется ли ваша большая семья мерами господдержки? Мы пользовались, когда родился лев. Мы тогда получили материнский капитал. Тогда еще, не знаю, сейчас существует или нет, молодежная программа краевая была. Мы участвовали в этой краевой программе несколько лет назад и приобрели квартиру по молодежной программе. Плюс мы использовали материнский капитал, да. У вас ведь еще семейное дело, да? Вот частный питомник, вы ведь как бы прям семьей этим занимаетесь? Здесь какая-то поддержка, она, ну, необходима? Мы как-то все своими силами и все своей семьей. В этом году муж приобщился. Ага, до этого не участвовал? Не, я всю жизнь участвовал, просто приобщили очень сильно в этом году. Он как-то делегировал, не хотел, не понимал, но в этом году он прочувствовал, что это все-таки семейное дело. Сторонних людей мы не привлекаем, только все своими силами. А как вообще? Вот у вас целая семейная история, она связана с этим питомником. Как все началось? Ну, началось с мамы мужа. Она работала на сортоиспытательном участке. У меня Лукашева? Да. 25 лет она была заведующей этим сортоиспытательным участком. Она вела... у каждого сотрудника была своя культура. Она вела культуру жимолость на протяжении многих-многих лет. Вот. И в какой-то момент она почувствовала, что это вроде как никому не нужно. Вот. Силы совсем стали покидать. Но мы с семьей ее поддержали, сказали, что мы продолжим это вместе с семьей, будем продолжать. Она боялась уходить с работы. Понимала, что уже время подошло, надо уходить с работы. Она уже отработалась на тот момент больше 25 лет, наверное. Но мы сказали, не бойтесь, все будет. И так мы стали поднимать свой питомник. И вот сейчас мы, как сказать, работаем на сарафанном радио. Люди передают о нас информацию. Мы о себе никак не афишируем, но нас все знают. Вот. И у свекра своя методика, разработанная им лично, черенкование. Вот. Пашина мама до сих пор занимается испытаниями сортов. То есть она до сих пор у селекционеров получает саженцы какие-то новых сортов выведенных. И мы у себя здесь, в дальневосточных условиях, их испытываем. Смотрим, как они акклиматизируются. То есть она до сих пор ведет наблюдения. У нее есть книжка, полевая книжка называется, где она записывает даже погоду. Так и пишет, что 27 июня, сегодня солнечно, влажность такая-то. То есть вот это все прописывается. Пишет, когда зацветет жимолость, какой сорт когда зацветает, какой сорт когда заканчивает вегетацию. То есть работа на участке, она продолжается, несмотря на то, что мы как бы занимаемся этим для себя. Семейное дело, оно тоже ведь очень объединяет, мне кажется, это здорово. А есть у вас какие-то, может быть, уникальные семейные традиции? Свои такие вот личные очень. Честно говоря, нет. Но обязательно каждый праздник всей семьей вместе. Вот, только так и никак по-другому. Пока вы рассказываете, мы показываем ваши архивные видеозаписи. Это вообще отдельное удовольствие смотреть все-таки, как живет большая дружная семья. И ведь правда, вот глядя на такие счастливые большие семьи, ты понимаешь, что ничего нет дороже и ничего нет важнее. Это очень здорово, что в нашем крае все больше таких ярких, интересных семей. Спасибо вам большое за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Кто-то там сейчас присматривает за малышкой двухмесячной. Поэтому мы вас отпускаем и поздравляем с Днем Семьи, Любви и Верности. Спасибо большое. У нас в студии была Ольга и Павел Досаевы, родители четырех детей.